Всем добрый день. Меня зовут Акин Никита. Коротко о себе. Работал раньше в компании «Роснет», сейчас работаю в компании «Газпромнет». В прошлом году я был финалистом данного конкурса, и поэтому спасибо большое организаторам за честь выступить сегодня в «Роснет-батче». Хочу начать с двух цитат, что вы можете меняться, нажимание является обязанностью, и, соответственно, это тезис, который мы берем в своей работе за основу каждый день, когда мы сталкиваемся с каким-то неопределенным. Есть второй тезис про то, что все модели не верны, но некоторые из них полезны, но означает, что все нужно применять на себе. Те инструменты, которые я сегодня вам покажу, да, они где-то могут работать, где-то нет, а нам они зашли. Мы очень много тестировали и получили какой-то эффект. И короткое отступление, что, как правило, самые простые решения, они самые эффективные. Как в этом и вся магия. Собственно, у меня были два кейса. Первый из них – это про традиционный бизнес для компании «Роснет-батче», второе – про «Роснет-батче». Значит, основным активом, если говоря, забывающей компании является запасы, запасы у него дороги. И есть такой сегмент запасов сложных, которые называемые «изостаточные циками». Это те запасы, которые либо, а, нелетабельно извлекают, либо, б, занимают очень много времени, сил. Но, конечно, очень проще этим вообще не заниматься. Но с каждым годом, да, такой запасов все больше. И, собственно, вовлечение в разработку данного типа запасов – это одна из стратегических составов нашей компании. То есть это некий вызов, когда она в простом языке – это такая, грубо говоря, невыполнимая, амбициозная задача, которой нужно заниматься. Компании менеджеры, например, в Европе и в Штатах обычно подобные типы запасов продают более мелким компаниям, у которых ниже кинпост, то есть ниже затраты на добычу. Но мы для себя обязали любых вызовов – извлекать все, да, тем самым повышать рациональный образ пользы. Как это сделать? Учитывая, что если брать стандартную систему, где есть четкая иерархия, где есть функциональные коллокции, где есть геологи, разработчики, обустройщики, экономисты, да, и работать на древиальном вызовом достаточно проблематично. Поэтому была идея сделать некую функциональную команду, которая бы, а, никому не подчинялась, да, то есть не было жесткой иерархичности, чтобы эта команда могла как-то работать со всеми, б, чтобы эта команда сам обучалась и чудесным образом, да, делилась знаниями друг друга, цель, чтобы эта команда еще была не пюрократизирована, то есть она не за шориным процессами, а выполнял она задачу. Значит, плакая идея это сделать и путем, там, проб, ошибок, да, что получилось? Значит, первым, собственно, собрали команду просто национальную из ряда специалистов, да, как раз они представлены технические специалисты плюс экономисты и так далее. Но это бы все не работало, если бы не было никого калерея, да, между ними, то есть нужна плакая, плакая, которая бы, как бы, это, все бы соединялась, привела, да, и в данном случае, там, ввели такую позицию, то есть, например, бизнес-интегратор, человек, который с принципиальным каким-нибудь помышлением, который заточен на то, чтобы своими действиями, с, скажем так, своей работой, выносить бизнес-интегратор, выносить добрый, там, сколько угодно, можно собираться вместе и делать просто национальные кейсы, но если это не приносит дополнительного кэша, это бесполезно. Да, и, соответственно, цель была создать такого интегратора, который бы, первое, соединялся, а второе, работал итеративно, то есть, думаю, если что-то не получается, ищем новые инструменты, постоянно каждым своим действием искать инструменты для того, чтобы повышать добавленную стоимость. Ну и второе, очевидно, что подобный тип работы, он достаточно гибкий, то есть нужны были новые методологии, но сейчас они уже старые, да, мы с каждой программы можем слышать про скрам, соответственно, она была с помощью скрам-мастера. Ну, на секундочку, добыча нефтегаза – это достаточно консервативный бизнес, и вот подобные понятия, да, на момент внедрения, да, это было футуалистично. Но сейчас это работает, соответственно, создав подобную команду и применить все атрибуты скрама, да, это дейли, это бэклок-продукты, бэклок-скринда и так далее, и прочее, да, получилось наладить такой бесшовный процесс работы и с каждым скринтом получать определенные примеры. Следующее. Так как для честных обществ, в которых подобные информации можно, нужно было наладить процесс постоянной передачи информации, постоянного взаимого обмена, соответственно, придумали только мне в галерее для того, чтобы команды могли единовременно, мы говорим, все команды в объединении, рассказывать о своих результатах, при этом уйти от формата защиты или там отчета, а перейти к формату, больше поделиться, да, не только победами, но и в том числе и не вытачиваясь, чтобы там другие этого не делали. И важным фактом является то, что чтобы вся эта система работала, нужно было принять определенные кэпэйзи, да. Это, как мы видим, он не только из бизнеса, это первое, что у нас была некая удовлетворенность команды, в которой можно легко заметить один из инструментов, это, собственно, оценка командного обороны. То есть, если посмотреть, насколько команда сама эффективно работает, то нужно делать ряд метрик, например, насколько комфортно, раз, насколько идет процесс самообучаемости за счет взаимного управления, как это называется, да. Второе, насколько процессы применения подобных практик зрелые, раз, в данном случае у нас появились свои внутренние, скажем, всегда, второе, разработанный некий плейбук, набор лучших практик по такому типу методологии. Ну, и третье, естественно, это самый основной бизнес-результат. Все это заявленный результат, да, заявленный на прибыль, и повлекаем ли мы, собственно, дополнительное аиз. Далее, ну и участники Роскоманды работают по данному плану. Да, мы начинаем показывать дефицинность по трех направлений. Первое, увеличивается скорость. То есть, со временем мы расследили этот вариант, за счет того, что все находятся рядом на плане и на данном языке. Второе, повышается качество. И третье, это ускоряется развитие за счет того, что, опять же, просто эмоциональная команда и биологи начинают расстираться в поверхностном обществе, экономист, геологии и прочее. И, как у них, зато вот, меняется мышление, и становится меньше, скажем так, барьеров для коммуникации. Это был кейс про традиционные сигналы. Теперь усложняем задачу. Мы живем в виде турбалетности, и, соответственно, традиционные кейсы – это слово «традиция», это уже устоявшийся, как быть в текущем мире. Бизнес-компании построен, ну, можно разделить на три типа. Традиционный, собственно, бизнес. Второе – это работа и деятельность, связанная в сегменте вокруг традиционного. То есть это любое повышение эффективности традиционного бизнеса, снижение издержек, может быть, оказание сервиса, но это все так иначе завязано традиционно. И третий тип, да, самый неопределенный, самый новый – это диверсификация. Это работа с новыми бизнес-возможностями. Да, это поиск дополнительных каналов, сбыта. Это вообще, в принципе, бизнес, например, разработка и ведение ценов обработки данных на месторождение и так далее. То есть таких кейсов достаточно много, и они… Ну, работать с ними достаточно не то, что сложно, это вообще не древиально. Опять же, как я уже говорил, в консервативном виде бизнеса. И люди, которые должны этим заниматься, не просто должны, а у них на подсознании должны быть скиллы, по работе именно с новым видом бизнеса. То есть постоянный поиск, постоянный интерактивный процесс по генерации бизнес-возможности и применению их на текущий бизнес. Значит, что здесь? Помните, несколько слайд назад, я говорю про позицию интегратора, да. Это человек, который научился работать в ростомационной компании, чтобы скреивать разрозненные мультидисциплинарные результаты работы. И вот теперь мы данного специалиста покачиваем его, например, работа СБВ, и как раз показано на картине, что за счет постоянного инструмента мы можем пробовать, тестировать себе новый вид бизнес и постепенно получать результат. И работая с новым направлением, столкнулись с этой счет проблемой. Например, появляется какой-то запрос, да, упомянуть выше 100, то есть разместить на месяц на рождение в центре производства там, когда кажется. И стандартный подход, да, это начинать прорабатывать технологию, что за оборудование, как это завести и так далее. И работая по этому подходу, мы сталкиваемся с риском, что можно очень много времени потратить на проработку, но при этом данная тема никому не нужна. Просто не найдем потребителя на это. Соответственно, мы подняли полностью структуру и начали заниматься, ну, первое, детально искать идеи, которые у нас были любимы, а второе, работать с рынком, понимать, нужно ли это кому-то в новом виде бизнеса. Если это нужно, смотрим в точек или внешний, внутренний контекст, сколько у нас есть ключков для того, чтобы устоять в новом виде бизнеса. И уже потом собираем бизнес-модель и передаем проект в другую команду. Ну, коротко, в пробежимости просто показываем этот пункт. Проработка бизнес-идеи, как у нас ведется. То есть мы тестируя разные методики, в том числе, мы собрали целую образовательную программу, которая называется «Бизнес-опутрудительный». Это особенностей о поддержке имеет права, Этоärâte果, которая не то с Metaijn, но gerek's не Nigga, возникает дательность, следующий мы не фокусируемся на детальном проработке логистики чего угодно сборе команды мы смотрим вот сюда после идеи вторая часть кому мы можем отопадать если не окупая то есть на коллекте мы можем оценить что даже общий объем рынка у нас есть какие-то перспективы мы собираем бизнес модель и начинаем прорабатывать дальше собственно следующий формат это посмотреть почему мы делали это раньше у нас не были какие-то идеи у кого-то как правило там ничего нового к своему не придумывается уже кто-то занимался чем-то ранее но это очень важный момент это клиент кто наш клиент просто оценить что условная компания либо условное лицо это вам надо проводить проблему интервью понимать можем действительно как-то влиять может быть даже договариваться о какой-то там документ предоплате чтобы понимать готов ли потенциальный клиент подтвердить свою новую рублю потому что можно там попросить условно что да я я готов продавать что-то но пока мы через год построил висит что ему уже не нужно то есть дабы избежать такие вести на знак как он доработает в этом направлении ну и в конце когда у нас уже готов этот объем мы работаем с бизнес-моделью то есть известной всем камаз аж статастер вальдра который заполняется по всем шаблонам когда мы понимаем у нас в чем наш продукт в чем наш отдых модель и какая наша финанская модель имея это имея все это только потом уже заполняем финанский модель что мы видим сколько мы реально получим физифика нашего проекта готовим дорожную карту и собственно потом уже переберем это в кармане и тут важный момент что если мы смотрим на всю эту деятельность как на какую-то предпроектную проработку то это не совсем так мы допозиционируем как непосредственный проект проект да который снимает неопределенность нового виде бизнеса и уже реализовав его как на себя и сняла все и подготовит всю оболочку соотпаковав мы уже передаем проект компании которые уже будет вот собственно реализовывать да реализовывать используя обычно там отход дайкам и так далее то есть когда проект уже будет понять понятно что строить что делать и так далее ну и закончить хотелось бы что он современный руководитель проектов или проектный менеджер или такой менеджер И чем больше инструментов, и чем более умел он им пользуется, тем больше шансов, что проект будет реализовываться вовремя, в срок и визуально качество. Спасибо вам всем. Спасибо. 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 это обучение, то есть его задача подносить постоянно руководителю проекта, снарядов в виде новых кейсов, новых сценариев разработки, новых рщеков создания ценностей. Бывает, что кейс не летает, а вот этот парень должен что-то думать, и он там ищет, что можно найти. Вплоть до того, что работать с налоговыми мудрами, искать преференции, искать новые технологии, искать партнеров, с кем можно разделить, какие стоимости, так сказать. То есть это человек, готовый жить в постоянном бизнесе, постоянно искать какие-то новые вызовы, новые решения, и применять их на команде. Кратные уроки, да? Бизнес, политический... А вам не кажется, что у вас произошла подмена понятий? То есть руководитель проекта, который сидит в ДЗО, это фактически заказчик всего того, что вы ему предлагаете? Частично, да. То есть, как уже сказал, мы очень... Не то, что долго, мы с разных сторон пробовали откатывать, и в какой-то степени подмены понятия есть. Но такая модель, конечно, это самый работающий сценарий. То есть получилось, что руководитель проекта — это часть команды, то есть он в том числе... Не то, что в том числе, он и ответственный за этот результат. И так как он находится в команде ДО, он понимает, что он несет ответственность, он будет эффективнее прорабатывать с рекордами. Да, он немножко местами, там, выполняет роль заказчика, но... Готовы к единому ответственности. Нам придут подмену ради общего результата. И он в целом есть, поэтому мы остановились на этой системе. Сейчас... Так, еще один вопрос. Вопрос какие-то. Вот вы описали процесс работы с новыми направлениями бизнеса, да? И, соответственно, есть канва, которая нам говорит о том, насколько у нас проработаны неопределенности. Но, как правило, когда мы в какое-то новое направление бизнеса заходим, мы заходим в гонку, которую приедет. Соответственно, вопрос. За какой период времени удается все эти неопределенности, соответственно, устранить? И есть ли где-то в этой модели какие-то условия, что это тоже неопределенности, что она действительно так и есть? И вы просто ее в эту модель закидываете, чтобы, ну, примерно, покинуть наглядные настройки? Да, спасибо за вопрос. Как бы, отвечу на начальство сроки. Первые бизнес-возможности, которые мы считали, там, от момента 100, когда они прошли вход для Альзамска, прошел примерно чуть меньше года. Потому что, вот, собственно, обкатывалась модель, было непонятно, как именно работать, да? Но на ней очень много как раз, ну, правильно все сделали, да? Обкатались всевозможные риски. И сейчас у нас целевой показатель делает это за пару месяцев. Вот, за пару месяцев, да, это бывает больше. Где-то удается это делать два, но вот мы к этому целевому показателю и стремимся. По поводу гипотез. По поводу гипотез. Это, вот, важную тему мы задумали. Гипотезы как раз на ней у нас формируются вот на этом этапе. В самом раннем этапе идеи. То есть, есть идея, что вот тут мы можем какую-то ценность получить. На основании чего? На основании гипотез, которую мы прописываем, и на протяжении всего этого этапа с этим гипотезами начинаем поработать путем снятия. То есть, гипотеза первая, что у нас товар будет востребован. Как мы думаем с нами, как можно быстро. И вот, начинаем отвечать на эти вопросы. По поводу гипотеза первая, да? Ну, в том числе, да. Астровальтер мы уже чуть попозднее применили. Вот здесь вот. Тестировать бизнес-эгей. Да, да, да. Все верно, да. И начинаем как бы продумывать, как мы можем за короткое время снять эти гипотезы. То есть, по поводу гипотеза первая, проверка. И часто бывает, что тот кейс, который мы изначально придумали, в процессе его тестирования, он проходил несколько пивотов, то есть, несколько разворотов, и на выходе получилась совершенно другая идея, о которой мы даже не думаем. И это, как бы, ну, это, во-первых, арт трупулент, и все. Но это доставляет определенный кайф, что мы постоянно придумываем что-то новое, и интересно куда это ведет. Спасибо. Спасибо большое. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...